Михаил Афанасьевич Булгаков. Мастер и Маргарита. Глава 31. На Воробьевых горах. Грозу унесло без следа, и аркой перекинувшись через Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Короев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекой город, с сломанным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничной башне девичьего монастыря. В воздухе зашумело, и Азазелла, у которого в черном хвосте его плаща летели Мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы дожидающихся. — Пришлось мне вас побеспокоить, Маргарита Николаевна и Мастер, — заговорил Волан после некоторого молчания. — Но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтобы вы об этом пожалели. — Ну что же, — обратился он к одному мастеру. — Попрощайтесь с городом. Нам пора. Воланд указал рукой в черной перчатке с траструбом туда, где бесчисленные солнца плавили стекло за рекой, где над этими солнцами стоял туман, дым, пар раскаленного за день города. Мастер выбросился из седла, покинул сидящих и побежал к обрыву холма. Черный плащ точился за ним по земле. Мастер стал смотреть на город. В первое мгновение к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась статковатой тревогой, бродячим цыганским волнением. — Навсегда. — Это надо осмыслить, — прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя. Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на корою обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами. Прервал молчание соскучившийся бегемот. — Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перескачкой на прощание. — Ты можешь испугать даму, — ответил Волант. — И кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились. — Ах, нет, нет, миссир, — отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф. — Разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, миссир, она вполне естественна, даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги его ждет счастье. Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой. Волант кивнул бегемоту. Тот очень оживился, соскочил с седла на земь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы. В рощи посыпались сухие сучьи с деревьев. Взлетела целая стая ворон и воробьев. Столб пыли понесло к реке. И видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду. Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся. — Свистнуто, не спорю! — снисходительно заметил Короев. — Действительно свистнуто. Но если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне. — Я ведь не регент! — с достоинством и надувшись ответил Бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите. — А дай-ка себя попробую по старой памяти! — сказал Короев, потер руки и подул на пальцы. — Но ты смотри! — послышался суровый голос Воланда с коня. — Без члена вредительских штук! — Мессир, поверьте! — отозвался Короев и приложил руку к сердцу. — Пошутить! Исключительно пошутить! Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, и с пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул. Этого свиста Маргарита не устыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило сожжение на десять в сторону. Рядом с ней с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега вместе с пристанью и рестораном высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнула убитую свистом фагота галку. Мастера вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников. «Ну что же?» — обратился к нему Воланд с высоты своего коня. «Все счета оплачены!» «Прощание совершилось!» «Да, свершилось!» — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело. И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда. «Пора!» — и резкий свист и хохот бегемота. Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей Кавалькады. Этим плащом начало закрывать вечеряющий небосвод. Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимися над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман.